Вашу мысль, мечтающую на размягчённом мозгу, как выжаривший лакей на засаленной кушетке, будут дразнить об окровавленный сердце лоскут, досыто изъездиваясь, нахальный и едкий. У меня в душе ни одного седого волоса нет, и старческой нежности нет в ней. Мир, огромив мощью волоса, и дуб красивый, двадцати-двухлетний, нежный, вы любовь на скрипке ложите, любовь на литавры ложит грубый, а себя, как я, вывернуть не можете, чтобы были одни сплошные губы. Приходите учиться из гостиной, батистовая чинная чиновница ангельской лиги, и которая губы спокойно перелистывает, как кухарка страницы поваренной книги. Хотите, буду от мяса бешеный, и как небо меняет она, хотите, буду безукоризненно нежный, не мужчина, а облако в штанах. Не верю, что есть цветочная ница, мною опять словословятся мужчины, залеженные, как больница, и женщины, истрёпанные, как пословица. Вы думаете, это бредит малярия? Это было. Было в Одессе. Приду в четыре, сказала Мария. Восемь, девять, десять. Вот вечер, в ночную жуть, ушёл от окон, хмурый декабрый. Тряхлую спину хохочет, и ржут канделябры. Меня сейчас узнать не могли бы. Желестая громадина стонет, корчится. Что может хотеться этой глыбе? О глыбе многое хочется. Ведь для себя не важно, и то, что бронзовое, и то, что сердце холодное, железкое. И ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское. И вот громадный, горблюсь в окне, плавлю лбом стекло окошечное. Будет любовь или нет? Какая? Большая или крошечная? Откуда большая у сердца такого? Должно быть маленький, смирный любёночек. Она боится автомобильных утков. Любит звоночки коночек. Ещё и ещё, уткнувшись дождю лицом, в его лицо рябоя жду. Обрызганы громом городского прибоя. Полночь. С ножом нечась догнала, зарезала. Вон его! Упал двенадцатый час, как сплак, и голова казнённого в стёклах дождей и серой звыны. Гримасу громадели. Как будто будет пример собора парижской богоматери. Проклятое! Что же? И этого не хватит! Скоро криком издерётся рот. Слышу тихо. Как больной с кровати с прудным нервом. И вот, сначала прошёлся едва-едва. Потом забегал, взволнованный, чёткий. Теперь и он, и новые два. Теперь и он, и новые два. Мечутся отчаянной чечёткой. Рухнула штукатурка в нижнем этаже. Нервы большие, маленькие, многие скачут, бешеные, и уже у нервов подкашиваются ноги. А ночь по комнате Тинется и тинется. Истины не вытянутся отяжелевшему глазу. Двери вдруг заляскали, будто у гостиницы не попадает зуб на зуб. Пошла ты резкая, как Натя. Мучай перчатки замш. Сказала. Что ж, выходите. Ничего, покреплюсь. Видите, спокоен как. Как пульс покойника. Помните, вы говорили, Джек Лондон? Деньги, любовь, страсть. А я одно видел. Вы Джаконда, которую надо украсть. И украли. Опять влюбленный выйду в игры, огнем озаряя бровей загиб. Что же, и в доме, который выгорел, иногда живут бездомные бродяги. И дразните? Найше, чем он еще и проплеплась из невидов безумия. Помните? Погибла Помпея, когда раздразнили в зуи. Эй, господа, любители святотаз, преступлений, боя на самое страшное, видели лицо мое, когда я абсолютно спокоен. Алло. Кто говорит? Мама? Мама. Ваш сын прекрасно болен. У него пожар сердца. Каждое слово, даже шутка, которая изрыгает обгорающим ртом, он выбрасывается, словно голая проститутка из горящего публичного дома. Я сам глаза, наслезненные бочками, выкачу. Дайте о ребра опереться. Выскочу, 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 выскочу. Рухнул. Не выскочишь из сердца. На лице обгорающем из трещины губ обугленный поцелуишко бросится вырос. Мама, петь не могу. У церкви сердце занимается клирос. Обгорелые фигурки, слов и чисел из черепа, как дети из горающего здания. Так страх схватиться за небо высел. Горящие руки лузитании, трясущимся людям квартирная тихо, стоглазая заря ворвется с пристали. Крик последний, ты хоть о том, чтоб горюк в столетии выстанет. Субтитры сделал DimaTorzok